Обычно, когда вода в ващна уходит, это очень болезненно. Но когда предный приходит сюда с миссией, его миссия заканчивается, он возвращается. С одной стороны мы испытываем боль, с другой стороны мы знаем, что Кришна все контролирует. Кришна, чистый предный, находится под его божественным контролем, они приходят, затем идут в другое место, чтобы проповедовать миссию Господа, в другом месте. Великий мудрец общается двумя способами. Один вапу, другой вани. Вапу, как мы знаем, всегда временно, не имеет значения. Кто это? Но вани более вечно. Поэтому Прабхупада в своих книгах говорит, что вани наставления более важны, чем вапу физическое присутствие. Прабхупада во многих комментариях подчеркивает, что наставления более важны, чем физическое присутствие. Сам Прабхупада не так много общался со своим гуру. Он говорил, что он встречался с гуру 6-7 раз, но он принял наставления в сердце. Ученик знает, что физическая форма гуру ограничена, но вани вечно. Вани более важна. Поэтому мы должны сосредотачиваться на наставлениях. Да, физическая форма тоже важна. Бхакти Чарума Радж. Он явился... В 1945 году он был на несколько месяцев младше меня. Родился в аристократической бенгальской семье в Калькутте. В юном возрасте получил хорошее образование. Позже, по окончании своего образования в колледже, он отправился на Запад. У него было несколько друзей в Германии. И он решил, в конце концов, поехать в Германию. Он отправился туда для продолжения образования. И там он посетил храм Искон в Гамбурге. Но в тот момент он не проявил свой интерес к духовной жизни. Ну, у него начался духовный поиск, и он понял, что ему нужен духовный учитель, гуру. И он вернулся в Индию. Он вернулся в Индию в поисках гуру. И он встретил старого друга, который привел его в храм Искон в Калькутте. Это очень сильно изменило ход его жизни. Он там получил книгу «Нектар предности» Рупы Гасвами. Шла Прабхупада подчеркивал важность своих книг. Мы должны читать эти книги. Мы должны их распространять. И в этих книгах заложено огромное могущество изменить эту жизнь. И яркий пример тому, Бхакчару Свами. Он искал гуру, поехал в Ришикеш, в Хардвар. В конце концов, его друг дал ему экземпляр «Нектар предности» Рупы Гасвами. И это была первая книга Прабхупада, которую он получил. Читая «Нектар предности», Он почувствовал огромное удовольствие. И он понял, что это то, чего я искал. Это мой духовный учитель. Он был убежден, что то, что говорит Рупа Гасвами о важности преданного служения Бхакти-йоги, это настоящая вещь. Затем он начал посещать храм в Калькутсе. Там был один преданный бенгалец, он учился в Германии. Он был вице-президентом храма в Дели. Этого предназвали Сарва-Баума. И он пригласил Бхакти-чару Прабхуп в то время в храм Дели. И этот «Нектар предности» изменил его жизнь. У нас столько примеров того, как книги Прабхупады меняют жизнь людей. Он приехал в храм Калькутсе. Постепенно он переехал в Майапур. И в Майапуре он выполнял самое смиренное служение. Никто не знал о его способностях. И он начал переводить книги Прабхупады. Он делал это сам. Получил инициацию. Начал переводить старые статьи Прабхупады. В то время у нас не было книг на Бенгали. Было только Дита Сар на Бенгали. Дита Рган. Постепенно он встретился с Прабхупадой. В то время было только несколько преданных индийского происхождения. В основном были во всех храмах иностранцы. Была большая проблема. Не было переводчиков на Бенгали, на Синди. И Шла Прабхупада понял, что он хорошо знает Бенгали. И Шла Прабхупада спросил его, может ли он переводить. И Бхактичару, Прабу еще тогда, он серьезно принял это. В течение восьми лет он оставался в Майяпуре. И сосредоточился на переводе книг Шла Прабхупады. В восемьдесят шестом году. Он поставил цель перевести все книги Прабхупады на Бенгали к столетию Прабхупады. Шла Прабхупада писал книги на английском, но они постепенно переводились на остальные языки. Шла Прабхупада сказал, «Хотите удовлетворить меня? Тогда распространяйте эти книги». Бхактичару с вами работал круглосуточно, переводя эти книги. Не так просто работать круглосуточно. Он вставал ночью, в полночь, занимался переводами книг Шла Прабхупады на Бенгалии. Прабхупада также переводил книги ночью. Он вставал тоже ближе к полуночи и переводил книги, когда все спокойно. И в это время атмосфера более благоприятная для переводов. Так Бхактичару Махарадж полностью сосредоточился на переводах. Он получил посвящение от Шла Прабхупады на Горопурниму 1976 года. Сразу первое, второе посвящение он получил. Обе инициации Шла Прабхупада. Сам позвал его, дал ему. Большинство прядных было удивлено. Они ждали годами, чтобы получить брамонскую инициацию. Но Прабхупада видел, что этот прядный был очень серьезен. И он выполнял очень важную миссию. Перевод книг на Бенгале Прабхупада дал ему первое и второе посвящение благоприятный день Горопурнимы в Майапуре. Так Бхактичарус сосредоточился на переводе книг. Также он был очень хороший повар. Умеешь готовить, спросил Прабхупада. Он сказал, нет, но я могу попробовать. Он попробовал, и так хорошо получилось, что Прабхупада дал ему это служение, готовить для него. Так он получил первое и второе посвящение и свою саньясу, посвященную саньясу, получил несколько месяцев спустя. Март 1977 года. Это единственный прядный саньяс, который получил первую и вторую саньясу саньясу, саньяска месяцев. Прабхупада был так уверен в нем, в его искренности, в его служении, что он сразу дал ему саньясу. Прабхупада, как вы знаете, оставил планету. В ноябре 1977 года. Бхактичару переводил. И он также начал выполнить. выпускать в пенгальский журнал Пхагава Даршан. Также Тамара Кришна Махараджи пригласил Бхактичару Махараджа путешествовать вместе с Прабхупаджи. Махараджи сказал, Макдитару, «Ты знаешь, как готовить?» Он сказал, «Я могу готовить, но я не экспорт». Хари Шарри сказал, «Можешь готовить?» Он сказал, «Могу готовить, но еще не опытный». И так его взяли в команду Прабхупада. Последние дни Прабхупада на этой планете были чрезвычайно насыщены. приехал в Ауриндаван и он уже готовился к уходу, его здоровье было очень слабо, Бхакчару Свами имел уникальную привилегию служить Прабхупаде, когда он болел, он готовил переводы и делал переводы. После ухода Прабхупады в 1977 году Бхакчару Свами стал членом Джи-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди-Ди Он путешествовал по всему миру. Итак, Бхакчару Свами был очень приятным в Топаразе. Он прикладывал все усилия, чтобы распространить движение СССР, взял большой риск, путешествовал, оближая 43 страны, проповедуя послания и проповедующие страны. Даже когда были искутами, он все равно побывал во всех уголках света. В своей проповеди он привлек очень квалифицированных людей на путь сознания. У него есть ученики, которые очень квалифицированы, очень приятные. Бхакчару Свами регулярно давал лекции на различных формах, в общественных местах. Он был признан как великой проповедник. Он также был очень талантлив в музыке, очень любил киртан. И его киртаны помнят все. Он был прекрасным лидером киртана. Он регулярно пел на праздниках, 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 праздниках. Он славился своим смирением. Если человек обладает большими достояниями, качественным, он немного гордится. Он является высокомерным. Но Бхакчару Свами был очень смиренным и очень почтительным ко всем. У нас были хорошие отношения. Бхакчару Свами был очень мягким. Любой, кто встречал Его, всегда заподобил его усмирение. И Бхакчару Свами пытался его лучше, увеличиваться правопаду. Он был уверен, убежден, что учения Господа читали. Самое важное. Он был убежден, что все, что нам необходимо, есть в правопаде. Он всегда оправдал силы, чтобы увеличить сознание правопады. Он знал, что для того, что для того, чтобы находить Кришну, необходимо смирение. Смирение – это главное настояние. Господь не любит гордых. Бхакчару Свами просто олицетворение смирения сладкого премьера, и один, который всем выражал почтение. Он был всегда оправданным и всегда энтузиастливым, чтобы проработать. И даже до этого дня он продолжал ассоциацию с ББТ, или книги, которые были транспортированы в Бингонии. Несколько дней мне сказали Сваруф Дамадар, ученик Ухараджи, который сейчас отвечает за ББТ. Бхакчару Свами был оригинальный транслятор. ББТ был изначальным переводчиком. ББТ постоянно советовался с ним не смотрелось. ББТ все время советовался с ним по поводу переводов, поскольку он был изначально переводчиком. культурно. У него всегда было много идей для Прагубки. Он всегда шел в идеи с новыми идеями. Например, он сделал многосерийный эфир о жизни Прагубки. Это было около 100 серий. И этот эпизод стал таким популярным, многие люди смотрели его в храме. Хороший способ как расширять проповедь. Он заснял скверсерийный фильм. осторожнее в храме . Ну, в храмах Продолжение следует... Как результат этого усилия, все-таки фильм был показан, и миллионы людей вы не узнали о Прабхупаде. Люди не были смотреть фильмы, они смотрели этот сериал. Так что он был очень творческим, приятным. Он очень любил также культурные программы. Использовал свое знание, свои способности для того, чтобы распространять святые имя Кришны, сделать святые имя Кришны доступны для людей. С одной стороны, мы скорбим, потому что Махараш покинул нас. Месяц назад у нас была встреча, который участвовал в Махараш. Сразу после встреч он улетел в Америку. Почему он полетел в Америку? Он начал проект в Америке. Он хотел показать американскому населению важность защиты коров. Он начал проект во Флориде. И там хорошо все нагревалось. Бхак Чарусвами был очень почитаемым лидером. Его приглашали по всему миру. Был очень предан Шрико Паде. И очень смиренный и предан. Он был одним из наших популярных лидеров. И он сыграл большую роль в расширении этого движения. В какой-то момент все мы уйдем. Останемся с этим телом. Здесь все временно. Пожалуйста, преные, получайте обучение, чтобы продолжить проповедь этого движения. Господь Читания предсказал, что это движение сознания Кришны будет развиваться дальше. Мы должны стать серьезными при этом. Стараться как можно лучше, чтобы расширять это. Чистота — это силы, что Пропада подчеркнула. Бхак Чарусвами Ирина Крюкова Ирина Крюкова Папа дал историю на день ухода в Бхакти Сиданта Джей. Папа дал историю на день ухода в Бхакти. Папа дал историю на день ухода в Бхакти, Папа дал историю на тех порах в Бхакти. Он был очень удивлен, который был очень удивлен, который совершался как грех. Он тоже обратился к Богу. Он сказал, «Не живи, не умирай». Он сказал, «Это смешно, не живи, не умирай». Потому что, как он живет, он умирает больше и больше, и он умирает. Когда он умрет, он должен принимать все кармические последствия. Девоте полностью предался. И он сказал, «Лив или уничтожить не имеет значение». Так что Прапа помнит это. А pure девоте всегда участвует в служении Господа. А для него живет или умереть или умереть в жизни. Он живет в жизни. Он живет в жизни. Он живет и умереть и умереть в другую часть. Он делает без всякого промедления. Открыт и умереть Он был очень шоколарно. Он был очень шоколарно. и умереть и умереть и умереть и умереть в ней. И по указанию Господа исполнял желание Господа, Он будет притчать по желанию Господа. На сегодняшний день мы хотим предложить Своё прочтение и молиться, чтобы мы все остались серьезными, как Бхтичарасвами служили в миссии Господа. И в хаппетх, и в difficulty, our goal is only one, и приз the Lord. Бхтичарасвами gave us a good example of how to serve the Lord with determination and not aspire for any facilities or material benefit and we should cultivate that mood and make special advice. Thank you very much. Hare Krishna.